Добрый вечер, с вами Никита Петров и сегодня выйдет специальный выпуск рубрики «Сваменная классика», в котором речь пойдет об одной из тех десяти партий, которые совсем недавно потрясли шахматный мир, возможно даже не только шахматный. Дело в том, что примерно два дня назад дочерняя компания гугла DeepMind сообщила о сенсационной новости нейросеть AlphaZero, которая два года назад занималась тем, что за 8 часов самообучения дошла до такого уровня игры в Go, что оказалось способной обыграть сильнейших белковых шахматистов, белковых игроков, прошу прощения, в эту игру. Так вот, два года спустя она решила заняться шахматами и за 4 часа, собственно, прошла весь путь от, можно сказать, исполнения случайных рандомных ходов, зная только правила передвижения фигур, до того уровня, который позволил продемонстрировать явное превосходство над одной из сильнейших шахматных программ современности Stockfish 8. То есть состоялся матч из 100 партий между AlphaZero и Stockfish 8, по 50 партий каждым цветом, ни та, ни другая программа не обладала дебютной базой, и по результатам этого матча с почти двухкратным превосходством с счетом 64-36 победила нейросеть AlphaZero. И, конечно, легитимность такого результата, она сразу вызвала некоторые вопросы. Во-первых, было опубликовано всего лишь 10 партий, во-вторых, понятное дело, что Stockfish, можно сказать, что Stockfish находился не в наиболее выгодных для себя условиях. И, тем не менее, если мы взглянем на партии, то станет очевидно, что тот уровень игры, который AlphaZero демонстрировал в этом матче, он совершенно возвышается над всем тем, что любая шахматная программа, или тем более человек, демонстрировали до того. То есть, понятное дело, что, скорее всего, у AlphaZero нет реального преимущества над Stockfish в игре до такой степени, чтобы обыгрывать его 2 к 1, но в том, что это более сильная программа, более сильный шахматист, у меня лично сомнений никаких нет. Ну и, конечно, повторюсь, все 10 партий потрясающие. На самом деле, все мои комендуют знакомиться со всеми 10-ю, но я сегодня сфокусируюсь на одной. AlphaZero в ней играл белыми, и была разыграна новоиндийская защита. Напоминаю, что, в принципе, оба движка здесь играли, судя по всему, без дебютного пасса. По крайней мере, совершенно точно AlphaZero пришел как раз-таки к новоиндийской защите просто путем самообучения. Насчет Stockfish нет полной уверенности, но, судя по всему, судя по тем данным, которые до меня доходили, тоже у Stockfish не было дебютной вазы. Так или иначе, получилась популярная, известная теоретическая позиция. И здесь в этом матче, на самом деле, применялся и ход с NB7, в частности, в этой партии, ну и ход с NB6 тоже. Что интересно, после СНB6, AlphaZero применял похожий по духу вариант, то есть он играл с C2, с NB7, с NG2, C5 и D5. Но вот этот вариант с D5, он на самом деле появился на шапотном небосклоне, скажем так, достаточно недавно. Его разработкой в том числе занимался Ливон Аронян в конце нулевых годов. И вариант на какое-то время пробрал бешеную популярность, потом его популярность РСК снизилась, потому что черные вроде бы научились бороться с этой жертвой пешки. Ну вот, как мы увидим, как можно увидеть в некоторых других партиях этого матча, AlphaZero смог здесь поставить довольно серьезные проблемы перед черными. Я не исключаю некоторый ренессанс популярности вот этого варианта. Ну а в партии, напомню, было сыграно сразу слон B7, слон G2, слон E7, 2-0, 2-0. Ну и вот здесь тоже выжигатель пешки, тоже на поле D5. Этот вариант, конечно, более древний, скажем так, он применялся еще в 20 веке. Многими сильными шахматистами даже в ответственных партиях. Так играл Полугаевский, так играл Свешников, так играл, конечно, не стоит забывать Каспаров и выиграл блестящую партию в 1980 году. Потом на какое-то время вариант тоже ушел в тень. Также у него был некоторый ренессанс популярности в нулевые годы. Вроде бы текущее состояние теории такое, что черные здесь могут держать равенство. Но у Стоквиша, как мы видим, с этим возникли проблемы. Хотя на самом деле, с человеческой точки зрения, его игру можно усилить. И, возможно, проблемы у Стоквиша возникли не из-за того, что вариант настолько плохой для черных, а из-за того, что у Стоквиша, когда он не прозвучит, возможно, высокомерно, с моей стороны, у Стоквиша есть некоторые проблемы в оценочной функции. Другое дело, что эти самые проблемы никто до альфа-зиру высветить не мог. Ну, теперь это случилось. После D5 черные обязаны принимать эту жертву пешки, то есть обязаны играть ED. Есть ход конь F6, но после конь E4 получается очень похожая позиция, то есть ED принципиально, конь H4. То есть теперь белые хотят отыграть материал. Если им это удастся безнаказанно, то будет явный позиционный перевес. Какое-то время здесь пытались применять паран конь E4, CD, слон H4, слон E4, слон F6. Здесь белые не разобьют опасные фигурные инициативы, но, с другой стороны, у них все-таки довольно комфортный, стабильный перевес. Больше пространства, в центре захвачено, ну и чуть более активные фигуры. Поэтому, конечно, принципиально C6 в ответ на конь H4, это самый сильный ход. Следовало CD, конь D5, конь F5. Ну и вот в классической партии по Лугаевски-Корчной, явно Виктор Львович, ну, был ошарашен, когда столкнулся с таким дебютным откровением. Здесь отреагировал далеко не лучшим образом, сыграл слон C5. В принципе, кажется логично, потому что теперь после E4 у черного коня появляется поле E7, но Львович по Лугаевски нанес мощный удар, конь G7. Пришлось брать, и после B4 белые отыграли фигуру. На самом деле, развили здесь решающую инициативу, потому что черный король просто слишком слаб. Поэтому, в принципе, уже больше 30 лет известно, что черные должны играть конь C7. Здесь поставило Е4, опять-таки главный ход. D5. Ну и вот тут первая большая хитрость со стороны Альфа-Зеру, в том плане, что с большим-большим запасом здесь главный ход конь C3. Применялся он огромным количеством гроссмейстеров. После слона F6, ED. За черных, на самом деле, значительно сильнее взять здесь пешкой. По крайней мере, согласно текущему состоянию теории. После СД, слона F4, конь B на А6, Дя Е1. Довольно долгое время казалось, что у белых инициатива, которая перевешивает пожертвованный материал, но... В итоге черные нашли ход слон C8. Здесь, скорее всего, они довольно уверенно держатся. У белых есть другие пути развития инициативы, но, опять-таки, сомневаюсь, что таким образом можно бороться за серьезный перевес. Вот. А вместо конь C3 Альфа-Зеру сыграл ED. И на самом деле, после СД, конь C3 слона F6, это, скорее всего, привело бы к тому же самому. Но! Оценочная функция стокфиша, я могу это подтвердить, потому что я довольно долго и серьезно на очень большой глубине анализировал с тем же самым стокфишем эту партию, я могу подтвердить, что действительно стокфиш считает, что конь D5 здесь ход сильнее. Но для этого даже есть определенные основания. То есть, черные сохраняют личную пешку, они не портят свою структуру, и белые эту пешку нигде отыграть не могут. Стокфиш... Не забывайте, что это все-таки очень сильный движок, и, скорее всего, сильнейший движок на настоящий момент. Стокфиш понимает, что у белых есть компенсация, но он оценивает эту компенсацию просто как достаточную для равновесия. И, наверное, он в этом прав. Но, опять-таки, позиция сложная, и вот, как мы видим, Альфа-Зера просто лучше ее понимает. Следовало конь C3. Здесь, наверное, все еще не поздно было сыграть слона F6, правда, после конь D5 CD получается менее приятная редакция для черных, потому что мы видим, что здесь у белых нет конь C3, у черных нет конь C7. То есть, здесь белые могут сыграть конь E3, сразу отыграть пешку. Черные близки к равенству, но все-таки белые поддавливают. И, очевидно, что этот вариант Стокфиш оценивал, ну, прилично в пользу белых, там, чуть ли не 0,3 пешки. А вот ход компенсации 3 он оценивал как нули. Понятное дело, что белые должны делать промежуточный ход ферзи 4, размен ферзей их устроить не может. И вот здесь последовала, как мне кажется, первая из двух неточностей, которые Стокфиш допустил за всю партию, но, понятное дело, что на уровне выше 3500 этого достаточно. И опять-таки, не забывайте, что, по сути, данную партию для вас комментирует человек, чей рейтинг на 1000 пунктов меньше, чем рейтинг Стокфиша. Но, когда я вам покажу варанты, я думаю, вы согласитесь со мной. То здесь Стокфиш сыграл G6 и оценивал эту позицию как 0,2 пешки в свою пользу. Это происходило, в первую очередь, по той причине, что просто та компенсация за пожертвованный материал, которая у белых в итоге появилась, она находилась за горизонтом расчёта у Стокфиша. Он просто, ну, не осознавал весь масштаб проблем. А ход слон F6, надёжный ход слон F6, Стокфиш оценивал как 1,1 пешки в пользу белых. Потому что здесь после BC, действительно, у белых довольно сильная инициатива за пожертвованную пешку, здесь строго необходимо сделать ход слон C8. Разумеется, Стокфиш это всё рассчитывал, как и многие-многие миллионы других позиций. Скорее всего, по крайней мере, на моём железе, белых здесь нет никаких альтернатив. Я долго, в том числе своей головой искал альтернативу, но везде чёрные просто могут съесть коня на F5 и страхуют себя от любых проблем на крыльевском фланге. То есть, поверьте, здесь, ну, просто, каким бы сильным альфа-зерова ни был, он обязан играть в шахмат, и он обязан играть ту позицию, которая есть перед ним на доске. То есть он сыграл бы слон A3, и после слона F5, ферзи F5, ферзи C8, очень важный ход ферзи C8, ферзи F3 получил бы долгосрочную компенсацию за пешку, стоп лишь оценивает эту позицию как маленький перерез у белых, но этот перерез, он имеет серьёзную тенденцию к тому, чтобы свестись к нулю. Потому что чёрный в какой-то момент сыграет коня A6, конь C5, и обратите внимание, что их королевский фланг, он совершенно-совершенно надёжен здесь. То есть, по большому счёту, это была бы ничья. Я даже не исключаю, что в одной из ста партий эта позиция в итоге могла встреться. Ну, как это, в той партии, которую мы смотрим, была сыграна G6. И напоминаю, Стокфиш считал, наверняка считал, что в этот момент у него есть небольшой перерез. Последовало конь H6, король G7, Bc. Здесь у белых нет преимущества двух слонов, в принципе, конь застрял на H6, но у чёрных тоже есть проблемы с развитием фигур, с развитием ферзьевого фланга, и в перспективе плохой король. Последовало солнцевозим. И вот про то, что сейчас будет происходить в Метельшпиле, мне, конечно, будет довольно тяжело говорить, потому что уровень шмонтистов здесь явно превосходит мой собственный. Но долгий анализ, опять-таки, со Стокфишем, долгий разбор просто вариантов по одному, и в том числе человеческих продолжений, всё-таки позволяет здесь какое-то общее мнение составить его о том, что происходило в Метельшпиле, и даже указать некоторые конкретные нюансы. Ну, например, здесь последовало ферзь F4. То есть белые провоцируют ход ферзь D6, который, в принципе, позицию чёрных усиливает. Но как раз-таки с этим моментом разобраться довольно легко. То есть после ферзи F4 и ферзи D6 чёрные должны выгонять ферзи F4, потому что он слишком хорошо здесь расположен. Ферзь A4. Важная разница с вариантом F4 сразу заключается в том, что чёрных нет... Вот здесь у них есть возможность слон G5, а при ферзи D6 этой возможности нет. То есть важно заманить ферзи D6, ферзь A4. Ну, и вот это критический элемент партии. Стокфиш оценивает эту позицию в случае... Ну, по своей первой линии он оценивает эту позицию как две десятых пешки в пользу чёрных. И это как раз послужило причиной катастрофического поражения Стокфиша в этой партии. Я так думаю, что после слон G6 да, в этом случае оценка сразу скакнула бы в пользу белых, но, наверное, после ладьи D1, ферзи E5, конь G4 всё-таки долго упорная оборона здесь могла бы дать чёрным шансы на спасение. Понятное дело, что оценочная функция Стокфиша говорила совершенно об обратном. Она говорила, что здесь надо бороться за победу и после G5 чёрные выигрывают коня. Точнее, они не выигрывают коня, но ход конь G4 он приводит к явной потере координации фигур для... для... белых. Но вот на самом деле, и ни один из современных движков это понять не может, то есть я проверял это на разных движках, я уверен, что это многие делали на значительно более мощном железе. Ни один из современных движков не способен понять, что после ладьи E1 у белых мощнейшая инициатива. То есть, да, если их оставить на достаточно долгое время, то они начинают писать оценку равенства, но на самом деле, скорее всего, G5 это решающая ошибка, и после ладьи E1 позиция белых выиграна. То есть, просто потом, по сути, негде усилить игру чёрных. И только через 15-20 ходов стокфиш начинает понимать здесь весь масштаб проблемы. Ладья E1, то есть, таким образом, белые препятствуют ходу ферзь, бьет, теперь висит на E7. Ну, чёрные должны, раз уж они сказали А, должны говорить Б, они должны брать коня. И вот мы видим такую ситуацию, что у чёрных просто лишняя фигура и лишняя пешка. Никакого мата их короля нет, король всегда может убежать на G7. То есть, у белых просто компенсация за фигуру. Я думаю, что большинство людей эту позицию оценивали бы как явно худшую для белых. Но на самом деле она выиграна. То есть, H4, грозит LW-E7. Опять-таки, по-человечески здесь хочется сыграть король G7, но компьютеры быстро это опровергают. После король G7, HG, король G8 есть вот такой вот переброс ферзя на H4. И здесь уже любые движки прозревают, пишут решающий перегрос белым. То есть, LW-F5, LW-F4, ферзя 3. Ну, чёрные должны убирать сюда ферзя, чтобы держать пункт G7 под контролем. На самом деле, ферзь на H3 в принципе расположена части неплохо, он не попадает под тактику. Но белые просто делают ход ладья D1, усиливают последнюю фигуру. Это полная доминация. То есть, KD7 играть нельзя, потому что здесь белые матуют. Если KH6, ну, хочется как-то развить фигуру, поставить ладья на D8, то здесь ещё один точный ход ферзя H6. Белые не спешат переводить слона на E5, но теперь уже слона E5 это серьёзная гроза. И чёрные просто получают мат. То есть, это будет совершенно безнадёжно. Поэтому человеческая игра здесь не срабатывает. Чёрные должны цепляться за пункт G5, должны играть F6. И, конечно, именно так сток фиши поступил. В принципе, ход F6 в нём есть весьма серьезная логика. Слон E3. Опять-таки, надо, конечно, проверять KG7. Возможно, в первую очередь. Но здесь после короля G7 ладья А на Д1 ферзь C7. То есть, прошу прощения, ферзя А3, ферзь Е4. Белые получают тотальный центральный контроль. Чёрный ферзь на А3 вне игры. Здесь тоже все движки, в том числе тот же сток, начинают прозревать и писать явный перерез белым. Ну, а если брать ферзя на, казалось бы, более нормально выгодящую клетку C7, то после HG FG слон D4, слон F6, слон F6, сладья F6, сладья E8. Опять-таки, чёрные не могут развязать свои фигуры. Это выглядит совершенно неочевидно по-человечески, но здесь у чёрных нет защиты и они проигрывают. Поэтому стокфиш сделал ход, который выглядит чрезвычайно логично. Это его первая линия и здесь уже, по-моему, оценка движка снизилась с небольшого перевеса чёрных до нуля, но на отметке 0 она держалась ещё очень долго. То есть последовала слон F5. На самом деле ухода слона F5 есть вполне ясная идея. Таким образом чёрные отнимают у белого ферзя поле E4. И когда они отнимают поле E4, то ход ферзь A3 в ответ на ладья D1 он заметно выигрывает в силе. Потому что мы видели предыдущие варанты, где ферзь попадал на E4 и у белых получалась полнейшая тотальная доминация. Здесь этого не происходит. Более того, после ферзи 4 B5 опять-таки B5 совершенно логичное действие, скорее всего, единственный способ продлить сопротивление. мы видим, что у белого ферзя нет хороших полей. То есть в центре просто нет стабильных полей. Если отступать на E2, белые втирают большую часть своих атакующих возможностей. Ну и полей E4 понятное дело нет по той причине, что слон на F5. Ну и вот здесь один из, пожалуй, самых живописных моментов в тех 10 партиях, которые DeepMind опубликовал. Здесь последовала GFG, FH4, используя связку, в этом нет ничего неожиданного. Кg7 теперь играть нельзя, и за слон g5, но Кg6. Опять-таки не совсем понятно, куда белые собираются убрать своего ферзя. Ну вот последовало FH1. Белых по-прежнему не хватает фигуры и пешки, и более того, они ферзя с более-менее нормальной клетки на 4-й горизонтали перевели в угол на H1. Тем не менее, на самом деле проблемы еще одна-то видны невооруженным взглядом. Их ферзер и фланг, вот видите, конь на B8, ладья на A8, они просто не выходят. На самом деле вообще никогда. И в некоторых позициях у белых еще есть угроза слон C1. То есть, ну и попутно есть идея слон Е4. В общем, у белых большое количество неприятных угроз. Нигде нет прямого выигрыша с человеческой точки зрения, но черными защищаться тяжело, даже движку. Последовало король G7, слон Е4, видите, все-таки ферзь на H1 не совсем бесполезная фигура, как мы увидим в будущем он еще сыграет решающую роль. Слон G6, эдаких вот слон G6 выглядят совершенно неочевидным и по крайней мере не единственным, но вот чем дольше смотришь на эту позицию, тем меньше находишь альтернатив за черных. То есть просто непонятно кем и куда вообще играть и двигаться. То есть слон G6 на самом деле неплохое решение. После слона G6 АЖ черные цементируют собственный королевский фланг. Все это время напомню оценка оценка стокфиша держится на отметке 0-0-0. Ферзь H3 слон F6. Ну и вот один из критических моментов. Белые нет, осталось не так много фигур. Все они работают, ну в принципе на максимуме своих возможностей. Ладья на D1 на E1 полностью скажем так доминируют над черными фигурами. Конь на B8 никуда не идет потому что необходимо держать поле от D7. Но вот с другой стороны это самое поле от D7 все-таки держится. То есть как белым добиваться прогресса? Размены пойти я на них в их пользу потому что уменьшается атакующий потенциал. То есть надо куда-то заползать ладьями но черные просто контролируют все поля. Все поля вторжения. Здесь Альфа-Зеро находит вполне человеческую идею играет король G2. То есть теперь появляется возможность сыграть ладья H1 сдвоиться по линии H ну и с решающим эффектом включить ферзя в игру. Кстати на самом деле с этим нужно спешить потому что если не сыграть король G2 и как-то если белые будут топтаться на месте да черные фигуры все равно не выходят но они сыграют ферзя 2 поставят ферзя куда-нибудь в район поля G8 ну и сыграют А5 А4 А3 А2 постепенно просто проведут пешку А в ферзи ну или по крайней мере белым придется отвлекаться на эту пешку А и компенсация за пожертвовную фигуру исчезнет король G2 надо играть сразу и стоквиш это понимал то есть большинство ходов А4 они совершенно не стали для стоквиша неожиданностью но вот чувство неотвратимости на самом деле здесь не покидает ферзя 2 ну во-первых эта пешка совершенно не так бесполезна как может показаться у черных появляется идея провести свою проходную А в ферзи ну и наверное более важная идея что после ладья H1 черные возвращают фигзи на G8 и защищаются от матовых угроз и опять-таки играющий черный мисток пишет момент оптимистичен пишет оценку 0 ну и здесь наверное самый глубокий ход чуть ли не в истории шахмат я попытался понять его смысл я попытаюсь сейчас продемонстрировать вам смысл этого хода но не уверен что у меня получится здесь белые сыграли C4 прежде чем я попытаюсь объяснить в чем смысл хода C4 давайте разберем атакующие возможности за белых то есть их в принципе не так много напрашиваются ходы слон D4 ладья D6 и F4 также именно эти ходы они имеют самую лучшую оценку за ну по мнению Стопфиша и видимо по мнению Альфа-Зеру тоже ну вот за исключением хода C4 то есть давайте разберем их по порядку F4 белые все-таки хотят максимально активизировать собственного слона с E3 добраться до пункта H6 и забрать у черных материал и выиграть партию здесь у черных ровно один путь к спасению но он работает то есть надо срать G4 не считая с жертвами не дать белому слону с темпами подключиться в атаку и после ферзи G4 черный ферзь попадает на C4 опять-таки вариант на этом не хочется обрывать но судя по всему черные здесь отбиваются обратите внимание что хода F5 нет потому что ферзь просто связывает пешку F то есть уже скажем так очертание очертание смысла хода C4 они начинают вырисовываться если после C4 черные возьмут на C4 пешкой они лишают собственного ферзя в частности пункта C4 то есть это одна из идей F4 по этой причине не работает есть ход ладья D6 с этим ходом разобраться было значительно сложнее белые продолжают просто максимально активизировать свои фигуры ну и уже на самом деле угрожают сыграть ферзи F6 на короле F7 ладья F6 и поверьте там черным очень тяжело то есть здесь у черных ровно одна защита поначалу Стоквиш еще указывает ход слон E5 здесь после ладья F6 черные видимо проигрывают то есть надо играть ладья E8 после ладья E8 опять-таки все чем я мог оперировать это собственным мозгом ну и по большей части тем же самым Стоквишом 8 но хоть не мой собственный мозг и не Стоквиш 8 здесь не помогли найти победу за белых то есть сейчас я еще покажу наверное наиболее критический вариант как раз таки в котором явно белым мешает тот факт что у них пешка на C3 не на C4 то есть предположим все равно ферзи F6 король F7 ладья F6 король F6 ферзи G5 здесь король E6 строго единственный ход ну и на самом деле белым скорее всего здесь не хватает компенсации уже даже для ничьей принципиально выглядит ход ладья F6 но в этом случае черный играет король D7 король убегает и казалось бы можно сказать ладья G6 и догнать этого короля следующий ход ладья G7 шах здесь выясняется второе предназначение пешки на C4 она контролирует поле D5 то есть вот будь пешка на C4 белые выигрывали бы в этой позиции но она на C3 поэтому черный играет ферзь D5 шах меняет ферзи и выигрывает партию теперь третья атакующая идея вот в позиции после 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 ферзи 8 то есть слон D4 выглядит контрритуитивно казалось бы белые меняют фигуру зачем им это надо но на самом деле таким образом белые обнажают шестую горизонталь вот например в случае взятия взятия они готовы сыграть ладья D6 и после этого уже ферзь F6 после этого ферзь G5 видим что слон на F6 еще защищает пункт G5 то есть на самом деле слон на F6 очень важный защитник и в принципе определенная логика в том чтобы поменять вот этого самого важного защитника она есть здесь черные снова спасаются и снова одним единственным ходом они должны сыграть для D8 после ферзи F6 король F7 слон F6 король F6 мы увидим что в смежном варианте спешки на C4 у белых есть ход F4 и там белые побеждают здесь белые проигрывают потому что на F4 у черных есть ход F2 шаг то есть еще одна еще один смысл в ходе F4 мы не только отнимаем поле D5 или поле C4 мы в принципе обрезаем эту диагональ и у черного ферзя теперь еще нет поля A2 ну наверное всего этого пока недостаточно чтобы понять всю силу хода C4 поэтому давайте исполним этот ход на доске и посмотрим как черные могли бы защищаться помимо того что они собственно избрали в партии проще всего разобраться с ходом BC этот ход на самом деле не позволяет оказать никакого сопротивления здесь белые играют F4 ну и партия там заканчивается потому что после F4 F4 нет хода F4 следующий следующий ход на белые пойдут F5 и дадут мат как ни странно белый король на G2 в полной безопасности то есть BC играть просто нельзя с другой стороны у черных по большому счету нет большого выбора продолжений потому что по прежнему их конь с B8 не уходит ну например если конь H6 то просто мат в два хода а ферзь на G8 привязан к защите пункта H7 слон на F6 в принципе может двигаться на E5 но тогда после слона D4 придется все наменяться на D4 черные проиграют то есть не так много фигур остается на самом деле фигур вообще не остается остаются одни пешки и ладья на F8 то есть партия черных срегали ладья E8 на этот ход мы посмотрим в последнюю очередь начнем с хода A5 мне кажется что это по-человечески очень разумное действие да черные почти в Туркцванге но с другой стороны белые вроде бы не создали прямых угроз так что есть определенная логика в том чтобы заставить белых продемонстрировать их идеи но если белые ничего не делают то черные проведут пешку в ферзи здесь после A5 долгий компьютерный анализ показал что выигрывает только ладья D6 после ладья D6 опять таки бедные хотят сыграть ферзь F6 ладья F6 после A4 именно это и происходит F6 король F7 F6 король F6 ферзь G5 ну и на король E6 здесь к примеру слон C5 побеждает то есть то есть игнорировать идеи белых играть A4 черные не могут если же они играют ладья E8 это очень важно понять именно вариант L8 позволяет в полной мере оценить силу кода C4 здесь белые играют F6 король F7 взяли F5 король E6 и ладья H6 мы уже видели похожую позицию с пешкой на C3 белой и с черной пешкой на A7 и тогда черные просто побеждали что играли король D7 здесь черные проигрывают потому что на ход король D7 следует ладья G6 черные получают мат обратите внимание нет хода FD5 это поле бьется пешкой чуть более упорно чем король D7 король F7 в этом случае побеждает неожиданное отступление белого ферзя на H4 то есть создается гроза ладья H7 есть еще дополнительная идея на D4 все эти угрозы смертельны то есть черные должны отдавать ферзя за ладью но на этом их потери здесь не закончатся ну если в ответ на L6 черные просто играли с L5 то в случае L6 у них нет удовлетворительной защиты этот вариант как раз таки понять довольно просто наверняка здесь есть еще какие-то другие пути но вот ключевые проблемы для черных именно те которые я обозначил стокфиш на весьма мощном железе с ними не справился и судя по всему справиться с ними невозможно эта позиция выиграна за белых долгий анализ это подтверждает стокфиш сыграл L8 видимо это действительно наиболее упорно здесь L6 с потерей темпа уже неэффективна ну неэффективна на самом деле по той причине что есть сходство E5 здесь нету поля E6 это одна из основных идей L8 зато есть ходство L4 и вот здесь белые побеждают то есть важно понять почему они побеждают в случае L8 правда об этом варианте я уже вкратце говорил но думаю не помешает и повторить один раз то есть L8 следует F6 король F7 взяли взяли опять таки нет хода F2 и нет поля D5 здесь белые играют F4 вскрывают все вертикали еще вскрываются вертикали F и здесь черные не способны удержать оборону потому что ну слишком много раз F5 потом E5 белые еще могут даже F5 при случае включить в общем здесь черные получают мат оценка компьютера плюс F10 поэтому после слон D4 слон идет D4 единственный ход ладья D4 и вот здесь последний наверное из шикарных геометрических мотивов которые могли бы встретиться в этой партии опять таки у белых вроде бы нет прямой угрозы но они все равно побеждают то есть в ответ на ход B4 побеждает 1 D6 ну с ходом опять те же самые проблемы после ухода Bc здесь ход Ld6 не побеждает и кстати по очень очень красивой причине скажем так после Ld6 черные держат оборону в таком компьютерном варианте они играют Ld8 Fh6 Kf7 и вот здесь например после C4 B4 белые побеждали путем Ld8 Fd8 Fh7 Kf6 и Fb7 но здесь у белых нет пешки на C4 поэтому у них появляется спасительный шаг на D5 причем на первый взгляд это особо ничего не дает но вот на самом деле после Kf2 черные даже играют на победу причем с полным основанием они играют C3 белые конечно забирают ладью и здесь следует правоподобная Fh1 мы видим что Fh8 неожиданно производит абсолютно глупейшее впечатление после Kf1 C2 белые на лишнем ферзя не могут остановить пешку то есть видимо надо брать коня ну и получается ферзи раншпель который скорее всего проигран за белых поэтому почему ладья D6 не выигрывает на самом деле там есть возможность уклониться белым с этого кибельного пути сделать ничью но шансов на победу нет тем не менее после BC у белых все-таки есть способ выиграть партию но вот ровно один есть для этого метод этот метод по-своему логичен даже с человеческой точки зрения но конечно вот для любого белкового шахматиста найти его во время партии было ну просто невозможно здесь белые побеждают невероятно уже 4 вход выглядит совершенно безумно то есть белые должны атаковать вместо этого они ходят пешкой вперед упираются своей пешкой в чужую еще и теряют темп еще ограничивают действия собственного фигня по диагонали H38 ну и самое главное что казалось бы не создают никаких угроз тем не менее здесь есть очень мощная идея которую я обозначил стрелочками и у черных хотите верить хотите нет сделаем какой-то ход белые играют ферзаж 6 после короля в 7 неожиданно вот эта ладья на H1 она включается в игру по полной программе белые играют ладья H3 то есть такой подъем ладьи в принципе это типичный статистический прием но конечно он никогда не проходит в такой острой обстановке то есть это наверное самый впечатляющий пример подъема ладьи из всех что я видел когда-либо в своей жизни мат и это единственный путь к победе поэтому BC тоже не работает ну и на самом деле ничего не работает ничего не помогает в партии стуквиш ну что неудивительно избрал самый упорный ладья D8 черные подменивают ладью но их ферзь G8 теряет контроль над полем E6 это оказывается критически важно белые меняют ладью вроде бы у белых осталось всего лишь две атакующие фигуры у них по-прежнему не хватает фигуры легкой фигуры и еще двух пешек сверху тем не менее эта позиция выиграна причем чтобы выиграть здесь нельзя давать никакие шахи ферзь G7 не побеждает ну видимо по причине того что партия кстати сводится к тому варианту который мы уже смотрели и BC и FD5 но белок есть один путь к победе и это FD6 то есть ход FD6 подчеркивает то обстоятельство что черные совершенно беспомощны обратите внимание опять сказывается ход C4 если бы не ход C4 был бы ответ FD5 шаг с победой черных если этого хода нет ну а белые создают угрозу FD5 шаг с дальнейшим выигрышем ферзя то есть например Bc FD5 FF6 но здесь Fc7 еще наверное неплохо но даже ладья H7 легко побеждает черные потеряют ферзя они не смогут раскрутить свою фигуру просто видимо ладья на A8 потеряется поэтому от шага надо защищаться но достойным способом защититься нет то есть на F6 опять H7 с победой в партии была сыграна конь D7 к этому ходу мы обратимся в последнюю очередь когда я разбирал эту партию я поначалу не мог понять в чем же дело после Fc7 и как белые выиграют но здесь компьютер ну даже стопки очень быстро демонстрирует свою геометрическую мощь играет Fd3 белые создают сразу две угрозы не только Fc3 но еще и Fd4 черные не могут себе позволить допустить этот шаг с побочкой диагонали но и защитить сразу оба поля они тоже не могут поэтому получают мат потом Fc7 просто сразу проигрывает конь D7 единственный способ который позволяет черным не получить мат но получается технически проигранная позиция ладят D1 конь C5 ну иначе белые все таки заматуют то есть побьют на D7 и сыграют Fh3 то есть надо срочно играть конь C5 и здесь у белых нет возможности добраться до черного короля но зато есть возможность съесть ладью и поначалу наверное могли бы возникнуть какие-то иллюзии то есть вроде бы у белых лишнее качество за две пешки на самом деле совершенно проигранная позиция и кстати что удивительно позиция оказывается настолько проигранной еще и дальнейшая игра альфа-зиро оказывается настолько качественной что даже черные никаких минимальных технических проблем поставить не смогли то есть просто наблюдайте за тем как белые все съели активизировали короля совершенно кстати не тратя лишних ходов на реализацию как это часто бывает у компьютерных программ просто нападают на пешки ограничивают коня съедают пешки причем по сути одну за одной просто по очереди у черных даже у черных нет никакой возможности их защищать все пешки теряются ну и здесь я хотел бы сказать что стокфиш признал свое поражение на самом деле видимо просто оба компьютера досчитали эту позицию до мата поэтому партия была автоматически прервана была присуждена победа белых ну понятное дело что в такой позиции даже перворазрядник легко обыграть белыми любой даже самый сильный движок ну совершенно блестящая партия возможно объективно одна из лучших в истории вне зависимости от того белковые встречались шахматисты или скажем так кремниевые но что можно сказать в общем мы находимся на пороге технической революции уверен что эти нейросети они найдут применение во многих других областях наверное шахматисты могут в какой-то степени вздохнуть с облегчением уверен что шахматы не являются приоритетом для разработчика вот этой самой нейросети сейчас она будет заниматься другими вещами ну а мы сможем по старинке пользоваться старым добрым стокфишем ну и постараемся можно быстрее забыть о унижении которое которое было с ним сотворено надеюсь что вам понравилась партия партия совершенно гениальная пишите что вы думаете по поводу этой партии по поводу самого матча были ли бы у стокфиша шансы если бы он играл с доступом к таблицам на лиму возможно с дебютным базам я лично думаю что нет но возможно у многих из моих зрителей другое мнение с вами был Никита Петров с вами был Игорь Негода